Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и прежде чем я перейду к трём очень важным новостям для биткоина, я сразу же хочу начать с главной новости дня. Россия и Китай формируют свой собственный финансовый альянс, избавляясь от расчёта в долларах так масштабно, как никогда раньше до этого. Честно говоря, я ожидал подобного ещё с мая 2020-го, когда наткнулся на новость о том, что Россия избавилась от 96% американских государственных облигаций. Это просто сумасшедшие новости хотя бы потому, что мы знаем, что Россия была когда-то одной из главных стран, которая держала эти облигации. Но с мая 2017-го года она постепенно, но уверенно, избавлялась от них. И прямо сейчас мы видим свежий отчёт от 6 августа 2020-го года, в котором указано, насколько торговля между Китаем и Россией уменьшила свою долю в долларах. Всего 5 лет назад они использовали доллар для 90% своих торговых операций, а затем долларовая доля в торговле с каждым годом падала и падала. Теперь она ниже 50%. Таких отметок мы не видели никогда. И я считаю это очень важным индикатором начала новой эпохи, скорее всего цифровой. В первом квартале этого года в американской валюте было совершено 45% из всех торговых сделок между Китаем и Россией. В то же время доля сделок в евро достигла исторического максимума в 30%, а на национальные валюты Китая и России приходится 24%, что тоже является историческим пиком. Мы видим чёткую тенденцию на диверсификацию. Почему же это происходит? Потому что люди сейчас начинают понимать, насколько доллар стал политическим. Если вы не дружите с Соединёнными Штатами, вы получите подарки в виде санкций. Вы не сможете перемещать деньги, ваши деньги будут заморожены. Так почему же кто-нибудь захочет жить в такой системе? Если вы живёте в другой стране, подчиняетесь своим законам, совершаете свою торговлю без участия США, нет никакого смысла использовать доллары, потому что иначе, используя их, вы автоматически подпадаете под юрисдикцию США. Даже если США не смогут это сделать, они попытаются доказать эту юрисдикцию. Именно поэтому Китай сейчас работает над своим собственным конкурентом Свифту. Из-за торговых конфликтов с США китайцы ожидают новые санкции. И поэтому они не могут полагаться на публичную систему Свифт, которая сейчас используется для международных платежей. Почему? Потому что она контролируется западными странами США и Европой. И кстати говоря, именно поэтому, по моему мнению, финансовый альянс между Китаем и США тоже обречён на провал. Кто захочет быть в какой-то зависимости от другой страны? Вы не хотите зависеть от США, от Китая, от России тоже, честно говоря. Поэтому новый финансовый альянс не имеет никакого смысла тоже. А знаете, что имеет? Глобальная нейтральная валюта. Нейтральная, а политическая. Потому что очевидно, если новосозданный альянс разрастётся и станет масштабным, давайте даже представим глобальным, то проблема никуда не денется. Поменяются только названия и имена. Проблема останется. Возможно, она даже ещё более усугубится. Какие же альтернативы у нас остаются? Евро, рубль, юань. Ни одна из этих валют не годится для решения этой проблемы. Почему мы должны выбирать рубль вместо доллара? Более того, если уже быть откровенным, я бы выбрал доллар. Очень странная ситуация, когда никакая из этих валют не может соревноваться с долларом в качестве резервной. Но и доллар сам по себе является далеко не идеальным. Поэтому, как вы понимаете, среди фиатных валют нет альтернатив. Все они, как писал Рэй Далио в своей книге, стремятся к единственному концу. Абсолютному нулю. Один конец игры для всех. Так что в будущем то, что будут использовать страны, это криптовалюта. Возможно, это будет не биткоин, но точно цифровая валюта. Глобальная, нейтральная и никем не контролируемая. В идеале. Вот почему все происходящее в мире сегодня очень хорошо отразится на криптоиндустрии завтра. Это еще не все, друзья. Это еще не все. Как я и говорил в начале видео, я хочу показать вам еще три потрясающие истории, которые являются очень большими и важными для биткоина. И при этом они все связаны между собой. Но что они нам говорят? Сейчас я вам покажу. Но прежде не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. А также подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео о криптовалюте, которые я делаю для вас каждый день. Я хочу поделиться с вами тем, что мейнстримные медиа ресурсы вам не покажут. Крупные игроки на рынке биткоина выкупили тот самый флэш-крэш, который недавно произошел на очень массивную, огромную сумму. 1,2 миллиарда долларов, которые были выведены с криптовалютных бирж. Это видно на графике количества биткоинов, которые хранятся на балансах криптовалютных бирж. Во время и после флэш-крэша цены биткоина на 1500 долларов за 15 минут, более 100 тысяч биткоинов были выведены с криптовалютных бирж. По словам криптовалютного аналитика Коула Гарнера, это указывает на то, что настроения инвесторов остались оптимистичными, что является бычьим сигналом. Цитата. «Киты скупили распродажу. Вывод биткоинов с бирж – это позитивный сигнал». Он также добавил, единственная причина, почему инвесторы выводят биткоины с биржи, заключается в том, что они не намерены продавать их в ближайшее время. Собственно, на этом графике это видно. Черный график – цена биткоина, красный – количество биткоинов на балансе бирж. Вот здесь мы видели крайний, резкий обвал цены биткоина. После чего кто-то некоторое время накапливал биткоины подешевле, а затем резко вывел эти биткоины на сумму 1,2 миллиарда долларов с балансов криптовалютных бирж. В продолжение истории. «Биткоин вступает в новый цикл принятия», говорит нам CoinMatrix. Что это означает? Во-первых, это очень важно, потому что в этом году ситуация на рынке намного лучше, чем в прошлый буллран в 2017-м. Вы только представьте себе. И это то, что почему-то никто не рассказывает вам сейчас. И во-вторых, перейдем к метрике. Количество биткоин-адресов, хранящих биткоинов на сумму не менее 10 долларов, недавно выросло до рекордного уровня – 16,6 миллиона. Это на 14% больше предыдущего пика в 14,5 миллионов в конце 2017-го, начале 2018-го, после рекордного роста биткоина до 20 тысяч долларов. По факту, сейчас больше таких кошельков, чем было в разгар предыдущего бычьего рынка в 2017-м. По сути, они находятся на своем историческом пике. Если это не позитивные новости, то я не знаю, что это. Вот где этот график находится сейчас, выше пика в 2017-м, когда биткоин вырос до исторического хая. Но и это еще не все, ребята. Компании начинают хранить биткоин как часть своих валютных резервов. Это очень большая новость для биткоина. Я не просто так открыл график акций компании MicroStrategy. Компания планирует держать биткоины как часть своих валютных резервов. Сейчас эта компания стоит 1,2 миллиарда долларов и утверждает, что она начнет увеличивать свои интересы в цифровых активах. Кроме этого, компания инвестирует 250 миллионов долларов в биткоин, золото и другие альтернативные активы в течение следующих 12 месяцев. Эти инвестиции она рассматривает как способ уменьшить риски из-за инфляции доллара США. По словам генерального директора Майкла Сейлора, около нулевые процентные ставки, вертолетные деньги и признаки надвигающейся инфляции снижают доверие к доллару. В нынешних условиях было бы неразумно продолжать держать большую часть средств в долларе США. Ограниченная миссия биткоина делает его привлекательным средством защиты от этой инфляции. Имеет смысл перевести наши активы в инвестиции, которые невозможно раздуть, заключил генеральный директор компании. На Reddit.com это комментирует так. Очень хорошо, что компании начинают добавлять биткоины в свои валютные резервы. Особенно хорошо, что это не какая-то мелкая мусорная компания. Этой компании 31 год, они зарабатывают 25 миллионов долларов чистыми в год. И они удерживают почти полмиллиарда долларов в наличке. Возможно, со временем и такие компании, как Apple, будут хранить немного биткоинов в качестве своих валютных запасов. Вопрос, почему не золото? Центральные банки обычно держат золото в своих золотовалютных резервах. Но ни одна компания этого не делает. Почему? Потому что золото не ликвидно и не может быть мгновенно конвертировано в наличные деньги. Таким образом, чем стабильнее становится биткоин, тем больше больших денег в него будут заходить. Мы видим тенденцию. Мы видим доверие к фиатным валютам падает, в том числе и к доллару. Мы видим, как компании хотят хранить биткоин в качестве своих валютных резервов. Скоро это будут не только компании, это будут целые страны. Я не удивлюсь, если уже есть такие, которые просто это не афишируют. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А на этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Торговля в национальных валютах и для России, и для Китая – это на сегодняшний день один из приоритетов – переход на расчеты в национальных валютах. Для нашей страны, для России – это ответ на санкционную политику, на попытку влиять на наших торговых партнерах, когда речь идет о расчетах, прежде всего, в долларах. Такая экстратериальность Китая находится в состоянии торговой войны с Соединенными Штатами. И для них это тоже снижение возможных рисков, возможного влияния извне. И, в принципе, мне кажется, на сегодняшний день период глобализации экономики, он переходит в новую фазу. Включается обратная тенденция, что называется. На сегодняшний день все большее число государств понимают те риски, которые заложены в сложившейся системе глобальных валют. Владимир Путин подписал первый в России закон о криптовалюте. Документ закрепляет понятия «цифровые финансовые активы». Также закон запрещает расплачиваться криптовалютой в России. Под эмбарго попадают оплата товаров, услуг и реклама таких продуктов. Эксперты рассказали о плюсах закона для компаний. Если рассматривать с позитивной точки зрения все эти нововведения, то закон хорош тем, что мы ограждаем неквалифицированных инвесторов, людей, которые не понимают в этом, в криптовалюте, от каких-то несанкционных тракт, потерь каких-то инвестиций, о злоупотреблении какими-то полномочиями, об отмывании в криптовалюте именно денежных средств – это хорошо.